История про Оренфест История Оренфеста, как и его учителя Больцмана, очень интересовал вопрос о необратимости, о необратимых процессах, о росте энтропии, о том, как все это совместить с обратимостью микроскопических законов. Вопрос действительно очень нетривиальный. И в это время, где-то все эти годы, в начале 20 века, издавалась такая многотомная математическая энциклопедия. Математическая, она включает теоретическую физику тоже. И главным издателем был Клейн, издателем по физике, по-моему, был Зоммерфельд, редактором. И они поручили Оренфесту написать обзор по статистической механике. Поскольку Больцмана уже не было в живых, он совершил самоубийство, то логично было предложить написать его ученику. Ну и вот он совместно с Татьяной Афанасьевой Оренфест, своей женой, написали обзор по статистической механике. Кстати говоря, Гипса он очень низко ценил, не оценил его книжку. Это понятно почему. Потому что Гипс как раз занимался состоянием равновесия и создал замечательный статистический, математический аппарат для описания равновесных систем в состоянии термодинамического равновесия. А второе начало термодинамики, рост энтропии, его интересовал довольно минимально с той точки зрения, что они приводят в конце концов к состоянию равновесия. Как приводят, в общем, Гипс этого действительно не рассматривал и не особенно, видимо, на эту тему думал. Ну вот, а для Оренфеста это был центральный вопрос. И у него была такая замечательная способность придумывать максимально упрощенную модель, в которой сохранялось существо просматриваемого вопроса, но устранялись все усложнения, все детали, которые несущественны для этого существа вопроса. И вот для иллюстрации неопротимости, возрастания антропии и всего такого он придумал такую собачьоблошенную модель. В устных выступлениях он ее именно так и называл. В печати такое название ни разу не фигурировало, везде фигурировало что-нибудь более политкорректное. Но модель состоит в следующем. Рядом сидят две собаки, на них есть блохи. Раз в секунду одна случайно выбранная блоха, случайно выбранная из общего множества блох на обоих собаках, перепрыгивает со своей собаки на соседнюю. Тогда ясно, что состояние системы будет, в общем, приближаться к равновесному состоянию, когда на этих двух собаках блох поровнул. Можно определить энтропию по обычной формуле через вероятности P1 и P2, того, что блоха на первой собаке или на второй собаке по стандартной формуле. Если распределение блох по собакам не очень удаляется от равновесного, то есть количество их там и там сравнимо, то, в общем, энтропия может возрастать, может и убывать. Но возрастает не с большей вероятностью, бывает с меньшей. Если же отклонение от равновесия велико, то есть на одной собаке много больше блох, чем на другой, то с подавляющей вероятностью энтропия будет именно возрастать, и система будет приближаться к равновесному состоянию. С другой стороны, эта модель абсолютно обратима по времени. Если T заменить на минус T, просто ничего не изменится. Ну а вот, значит, типичный график зависимости энтропии от времени будет выглядеть, в общем, примерно так. Значит, вот это будет энтропия, это будет время, вот это будет S максимальное, соответствующее равновесному состоянию, когда блох на собаках поровну. Ну а здесь есть некоторый интервал S, который относительно небольшой, который соответствует состоянию вблизи равновесного, когда количество блох на одной и на другой собаке не сильно отличается. В этом интервале энтропия, в общем, может болтаться как угодно, хоть возрастать, хоть убывать, это такие вот естественные флуктуации. С другой стороны, редко, раз в какой-то очень большой промежуток времени, может возникнуть большая флуктуация, когда блох на одной собаке много больше, чем на другой. Она может действительно возникнуть случайно, просто это очень маловероятная ситуация. Ну то есть редкая, скажем так. Тогда на следующем же шаге, в следующую же секунду, с подавляющей вероятностью энтропия возрастет. То есть отсюда мы попадем сюда. С другой стороны, система абсолютно обратима по времени. Поэтому если я время направлю сюда, то с подавляющей вероятностью энтропия возрастет и в эту сторону. Что означает, что с подавляющей вероятностью, если уж энтропия сильно ниже равновесной, то это локальный минимум. Она возрастает в обе стороны. То есть вот здесь есть какие-то, и могут изредка, редко возникать такие вот провалы, гораздо чаще и подавляющее большинство времени энтропия болтается в той области, которая, так сказать, для нее естественна. Если же мы исходно создали сильно неравновесную ситуацию, то есть вот все наше время начинается отсюда. Мы рядом посадили дворового пса с большим количеством блоха, домашнюю собачку, на которой блох нет или очень мало, то тогда энтропия почти наверняка будет возрастать. И тем самым возрастание энтропии в этой модели можно легко проследить. Оно статистическое, но в то же время оно совершенно не противоречит обратимости по времени. Единственное, что эта собачья блошиная модель, она имеет дискретное время, то есть все происходит там раз в секунду, как я говорил. Поэтому как-то немножко трудно, математически трудно, такую вот ситуацию, что с подавляющей вероятностью энтропия возрастает и при возрастании Т, и при обывании Т, и при непрерывном Т, в общем-то, немножко трудно себе представить. Там возникает какая-то фрактальная такая картина. Но, с другой стороны, на самом деле это и не важно. На самом деле это и не важно, потому что в газе тоже состояние меняется дискретно. Только тогда, когда сталкиваются молекулы газа. То есть принципиальной разницы здесь нет. Ну ладно. Это значит, было некое отвлечение от темы, просто показывающая, каким человеком был Пауэллеренфест. А что он сделал в старой квантовой теории? На самом деле, честно говоря, не так уж и много. Он предложил вот этот самый адиабатическую гипотезу, он это называл. Потом ее Нельсборп продвинул до статуса принципа, адиабатический принцип он это называл. В 1906 году Эренфест написал статейку насчет предположений, заложенных при выводе распределения планка. На самом деле, таких статей писали довольно много. Эренфест там использовал непосредственно осцилляторы поля. Они осцилляторы вещества, которые моделировали вещество в исходных рассуждениях планка. На самом деле, примерно тогда же, я не помню, чуть раньше, там чуть позже, и довольно аналогичный вывод распределения планка сделал также Дебай. То есть это вроде бы тоже не сильно великое достижение. Более существенную статью он написал в 1911 году, где содержится несколько действительно важных моментов. Один из них это еще раз некое рассмотрение закона смещения вина. Закон смещения вина с точки зрения такой несформулированной толком квантовой теории, как она тогда была, был вещью немножко загадочной, потому что он выводился из чисто классических аргументов. А с другой стороны, в этом же выводе, чтобы получить распределение планка, требовались совершенно новые, несовместимые с этой классической электродинамикой, всеми этими сдвигами из-за доплер-эффекта классических электромагнитных волн и так далее. Всякие вещи уже чисто квантовые. Ну, а поэтому вот Горинфест, во-первых, внимательно проанализировал, откуда же можно получить закон смещения вина, и пришел к выводу, что чтобы его получить, можно, чтобы для каждого осциллятора поля энергия, деленная на частоту, была бы константой. Если мы медленно меняем внешние условия, раздвигаем или сжимаем эту нашу полость с этим самым нашим излучением, тогда омега будет меняться, соответственно, а энергия будет меняться вот так. Значит, это не что иное, как адиабатический инвариант для случая гармонического осциллятора. Ну, и вот из этого предположения так, предположение еще не сформулировал. Вот из значит, если в начальный момент, до начала вот этих адиабатических изменений ящика с нашим излучением, у нас какой-то осциллятор находился в разрешенном квантовом состоянии, а именно в том состоянии, где е равно h омега на n целое число, то после этого медленного изменения, оно всегда медленное, конечно, адиабатическое, потому что за один период световых колебаний это изменение пренебрежима малым, изменение размера ящика много меньше размера ящика. Ну вот, значит, после этого медленного изменения этот осциллятор все равно так и останется в разрешенном квантовом состоянии. То есть отсюда уже следовал, это уже была в каком-то роде первая формулировка вот этой адиабатическая гипотеза и состояла она в том, что по старой квантовой теории есть какие-то дискретные разрешенные состояния системы. Если система находилась именно в разрешенном состоянии вначале, а потом медленно, бесконечно медленно адиабатически изменили какие-то внешние параметры, от которых зависит эта система, то после этого изменения она все равно так останется в разрешенном квантовом состоянии. То есть разрешенное квантовое состояние переходит друг в друга при адиопатических изменениях параметров. Вот это и есть адиопатическая гипотеза Оренфеста. Кроме того, в этой же статье 1911 года он проанализировал внимательно какие же требования такие минимальные требования нужно прилагать к весовой функции осциллятора весовая функция в классике это вещь непрерывная то есть энергия может быть любой в квантовой механике она чисто дискретная энергия может быть принимать только одно из дискретных значений так вот какие же такие минимальные требования к этой весовой функции надо предъявить чтобы получить вообще какие-то осмысленные результаты чтобы удовлетворялся закон смещения вина и чтобы полная плотность энергии была конечной они представляла собой расходящийся интеграл и чтобы при нескольких частотах воспроизводилось классическое распределение релея джинса ну и в частности отсюда следовало что некая дискретность там просто обязана присутствовать без дискретности просто ограничиваясь непрерывными весовыми функциями этому удовлетворить нельзя таким минимальному набору условий которые вовсе не включают в себя согласия с экспериментом а только самые необходимые вещи чтобы вообще плотность энергии была конечна для этого уже необходима дискретность ну и значит необходимо какое-то нарушение обычной классической механики и электродинамики где никакой дискретности нет к такому похожему выводу тоже приходили довольно многие примерно тогда же довольно похожую работу написал знаменитый математик Пуанкаре и тогда был первый Сальвеевский конгресс где Пуанкаре ее доложил и в общем на самом деле физики в большинстве своем заметили работу Пуанкаре и не заметили работу тогда молодого и никому особо неизвестного Ренфеста хотя они в общем методы были абсолютно разные но выводы по существу такие же что невозможно удовлетворить самым таким минимальным физическим требованиям если не постулировать какую-то дискретность и какое-то тем самым нарушение классической механики электродинамики ну вот это был первый пример где Ренфест явно использовал вот этот самую адиабатическую гипотезу потом там следующие годы Ренфеста заинтересовал вопрос на самом деле тогда он был вполне актуальным и активно обсуждавшимся это год где-то 15-й или 16-й я точно не помню насчет квантования вращательного движения то есть тогда появилась работа автора я не помню ну какой-то малоизвестный человек насчет теплоемкости газа двухатомных молекул при комнатной температуре эта теплоемкость вполне соответствует тому что мы считаем что есть три поступательных и две вращательных степени свобода и они описываются классически по теореме равнораспределения Больцмана но оказалось что при довольно низких температурах там рассматривались температуры типа нескольких десятков градусов абсолютная температура где-то вот при температурах ниже 40 градусов Кельвина теплоемкость довольно сильно начинает уменьшаться даже в разреженном газе двухатомных молекул и в конце концов по-видимому тогда эксперименты были немножко нечеткие потому что надо было следить за тем чтобы условия были такие чтобы этот газ в жидкость не превратился но по-видимому все стремится просто к ситуации когда есть только три поступательных степени свободы и ничего больше вращательные степени свободы перестают доевать вклад в теплоемкость эта ситуация напоминала в довольно заметной степени ну вот то что происходит с кристаллами с кристаллическими твердыми телами где тоже теплоемкость убывает при нескольких температурах потому что часть степеней свободы перестает давать в нее вклад но в случае двухатомных молекул предполагалось что тоже есть квантовое объяснение этого факта совершенно справедливо предполагалось что у вращательного движения молекул есть некий дискретный энергетический спектр и при нескольких температурах они все находятся в основном состоянии этого вращательного движения и в теплоемкость вклада не дают поэтому возникла задача как же найти этот дискретный спектр для вращательного движения молекул оренфест попытался ее рассмотреть таким образом на самом деле на самом деле сгуба неправильно значит он хотел применить антиоботическую гипотезу вот давайте рассмотрим молекулу ионную молекулу у которой здесь ионы имеют какой-то заряд поместим ее в электрическое поле тогда если электрическое поле сильное то эта молекула будет колебаться при очень сильном поле она будет совершать малое колебание то есть вообще это будет гармонический осциллятор теперь мы начнем это поле постепенно уменьшать колебания будут становиться сильнее и наконец при каком-то значении поля молекула станет вертеться ну и Ренфест попытался применить вот адиоботическую гипотезу для того чтобы связать правила квантования для малых колебаний с правилами квантования для вращательного движения которые тогда были неизвестны на самом деле так делать нельзя то в общем-то достаточно немножко подумать и становится ясно что условия применимости адиоботического приближения состоят в том что внешние условия внешнее электрическое поле скажем мало меняется за один период колебаний а когда мы подходим к ситуации когда молекулы из колебательного режима переходят во вращательный период стремится естественно к бесконечности адиоботичность заведомо нарушается в этой точке потому из вот такого условия что адиоботически сопряженные квантовые состояния переходят друг в друга тут ничего не следует ну и наглядно это неправильность иллюстрируется тем что в первой статье он как-то исхитрившись применить свою гипотезу получал правильный результат состоящий в том что момент импульса должен равняться ашен потом через некоторое время он написал другую статью где сказал что он не учел какого-то странного момента при этом переходе от колебательного к вращательному режиму если его учесть то получится ашен пополам то есть правильный ответ исправил на неправильный но это неудивительно потому что сам вывод был неправильный но поскольку скажем моменты инерции молекул были все-таки известны достаточно плохо то различить экспериментально это в общем было невозможно оба таких дискретных спектра приводили к падению теплоемкости более-менее в правильном месте точнее сказать было в общем-то невозможно плюс к тому на самом деле большая часть этих измерений прошу прощения конечно делалась на водороде а водород как потом много позже выяснилось уже на конечном этапе развития квантовой теории вообще весьма такой что ли любопытный газ который можно рассматривать как смесь двух газов пароводорода и ортоводорода у которых эти вращательные спектры разные поэтому со всеми этими тонкостями в то время разобраться было совсем уж никак невозможно так что само это применение было заведомо неправильно но адиабатическая гипотеза или вот адиабатический принцип он про него Эринфест написал потом большую и подробную статью а вот это и был как раз по-видимому 16-й год потому что оказалось что вот эту более ранее работу про теплоемкости газа двухатомных молекул никто не заметил и про эту гипотезу физики в общем-то и не знали ну значит в чем же что такое этот самый адиабатический инвариант идиабатический тогда уже было доказано это не его достижение это достижение в общем-то Больцмана хотя там другие люди участвовали что вот такая вот величина и которая есть два на усредненную по периоду кинетическую энергию делить на омега вот она остается постоянной при медленном изменении внешних параметров то есть вот это вот адиабатический вариант и адиабатический принцип требует чтобы квантовое условие накладывалось именно на диабетический инвариант что он равен там скажем аж на целое число то есть это такого рода дополнительное ограничение совместимо вот с этой самой гипотезой ренфиста ладно ну значит в это время это уже ну скажем так заметно позже первых статей Бора про атом водорода где еще все нащупывалось на ощупь но через несколько лет после этого большое количество физиков да относительно большое количество физиков пришло практически к одинаковым выводам слегка по-разному рассуждая относительно того как нужно формулировать вот эти самые правила квантования то есть это ну вот то что называется старая квантовая теория она потом впоследствии была полностью отменена и заменена квантовой механикой но в течение заметного ненулевого времени там с 15 по 25 год целое десятилетие в общем-то ничего лучшего физики не знали и с некоторой долей находчивости умудрялись в рамках этой старой квантовой теории объяснить довольно большое количество разных наблюдаемых явлений значит постепенно сформулировался такой консенсус что вот в случае одной степени свободы правильная величина на которую надо накладывать квантовые условия это интеграл по периоду по деку он должен быть равен 2пи н где н целое число значит я сейчас обсуждаю одну степень свободы это весьма простой случай случай одной степени свободы фазовая плоскость вот тут будет у тут будет п а на ней есть какие-то орбиты по которым движется наша система вот какие-то вот такие орбиты они зависят от конкретного вида потенциала для осциллятора это просто набор эллипсов этот интеграл по деку по периоду это на самом деле площадь внутри вот этой траектории то есть вот эта вот траектория например соответствует н равному 2 и вот интеграл который там стоит это вот эта площадь то есть площадь между соседними разрешенными орбитами равна 2пи аж и одинаково то есть на каждую разрешенную квантовое состояние стационарное приходится одинаковая площадь на фазовой плоскости так это сформулировал Планк его больше всего интересовала именно ну вот мера площади на фазовой плоскости потому что его интересовали вещи типа абсолютного вычислений в теории газов где надо было элемент фазового объема там до 3п до 3р на чего-то поделить чтобы посчитать сколько же там есть состояние и вот Планк сказал наконец а давайте делить на 2пи аж ну соответственно в кубе поскольку это три степени свободы вот дебай пришел к таким же фактически выводам его больше интересовал ангармонический осциллятор более того его конкретно интересовали эффекты ангармонических колебаний в твердых телах в кристаллах сколько гармонически он рассмотрел модели дебая ангармонические приводят в частности к тепловому расширению тела и вот в попытках описать тепловое расширение он рассматривал в рамках старой квантовой теории ангармонические колебания и для ангармонического осциллятора использовал вот такое правило квантования ну значит тут постепенно люди осознали что можно применять такие ну что ли какие-то продвинутые методы аналитической механики которые до того широким массам физиков в общем-то были неизвестны они были известны в небесной механике там какой-нибудь по Анкаре и там прочие специалисты по небесной механике совершенно замечательно владели ну вот гамильтоновой механикой там уравнениями гамильтона якобы теми же адиабатическими инвариантами каноническими преобразованиями весь вот этот аппарат аналитической механики он стал востребован ну и вот с использованием такого ну что ли языка сейчас я напишу несколько формул из области обычной аналитической механики значит давайте введем величину и ну нормировать ее можно как угодно для удобства единицы на 2п напишу интеграл под пфус значит во первых эта штука это и есть адиабатический инвариант который нравился эринфесту потому что я могу написать это как интеграл ну единицы на 2пи интеграл пфус точкой дт пфус точкой это есть удвоенная кинетическая энергия так значит это будет что это будет удвоенная кинетическая энергия средняя по периоду умножить на период это я так записал интеграл от кинетической энергии по времени написал как средняя на период на 2пи То есть это будет просто-напросто удвоенная кинетическая энергия делить на аммиг. То есть вот эта величина, это и есть в точности тот самый адиопатический вариант, на квантование которого настаивал Горенфест. Он обладает еще одним очень приятным и важным свойством. Он удовлетворяет принципу соответствия Бора. Всегда. Отнюдь не только для осциллятора. Давайте проверим. То есть надо написать, продифференцировать его по энергии. Что получится? Получится единица на 2π интеграл dp по dE. dp по dE это единица на q с точкой. Правильно? Ну то есть потому что dE по dP, ну или dH по dP, прям по уравнению Гамильтона, это ку с точкой. То есть это есть единица на 2π интеграл dT. То есть это будет период на 2π. или это есть единица на амин. Значит, поскольку в одномерных системах тут все вообще просто, энергия и вот этот самый инвариант I однозначно связаны. То есть здесь я рассматривал I как функцию E. Я могу рассматривать наоборот E как функцию I. Тогда производная dE по dE будет равна омега. Ну а если наше квантовое условие имеет вид I равно hN, то тогда значит что? Значит dE по dN будет равно h омега. А это и есть принцип соответствия Бора. То есть любая система, в частности какой-нибудь там анагармонический осциллятор, имеет дискретные уровни энергии, которые определяются вот этим квантовым условием. Какой-нибудь, не знаю, хитрый потенциал, но в нем есть уровни. Когда энергия большая, эти уровни близко друг к другу находятся. И тогда должна работать классическая физика. Классическая физика говорит, что частоты, которые излучает заряженная частица, которая движется в таком потенциале, равны омега классической умножить на N. Это гармоники частоты колебаний. А квантовая теория говорит, что эти частоты равны единице на h, E, N, минус E, N, минус дельта N. Если квантовое число изменилось из N, стало N минус дельта N, то вот эта разность энергии, значит, вот это частота излученного света. Значит, а для этого надо, чтобы D, E, P, D, N, единица на h, было равно омега классической. Чтобы в пределе больших N квантовая картина излучения электромагнитных волн соответствовала классической и давала тот же набор частот. То есть для любого потенциала, ну вот для осциллятора это как-то уже заметили, конечно, раньше. Вообще все начиналось с осциллятора. Либо осциллятора вещества, как у Планка, либо осциллятора поля. Ну, для осциллятора эта формула была давно известна. Но тут стало понятно, что если квантовое условие сформулировать именно вот так вот, для вот такого вот интеграла I, то и при произвольном потенциале для ангармонических колебаний будет выполняться этот самый плавный переход в классическую картину. Ну, в частности, для осциллятора, просто чтобы эти формулы не оставались какой-то абстракцией, посмотрим, к чему они приводят для гармонического осциллятора. Это совсем просто. Значит, во-первых, можно вот по вот этой формуле посмотреть. По вот этой формуле что получается? Получается, что I равняется удвоенной средней кинетической энергии. Ну, делить на омега. А именно в гармоническом осцилляторе средняя кинетическая и средняя потенциальная энергия равны друг другу. Значит, это будет просто полная энергия на омегу. И вот она должна быть равна H. Ну, вот это то условие квантования, которое для осциллятора люди и использовали с самого начала. Планк первый использовал в 900-м году. Ну, можно еще немножко использовать всякий продвинутый аппарат аналитической механики. А именно, вот тут уже я лучше загляну в шпаргалку, потому что я могу ошибиться в этих формулах, а это мне бы не хотелось. Значит, можно ввести действие как функцию координаты и времени. Ну, координаты, в зависимости от времени не будем смотреть. Это будет, давайте я напишу ее так. Действие будет зависеть от энергии и... Ну, и Q. Это будет антеграл с верхним пределом Q. P от энергии и Q, допустим. Нижний предел не важен, нас интересует, ну, вот, зависимость от верхнего предела. Нижний предел какой-то фиксированный. Значит, это действие удовлетворяет уравнению Гамильтона якоби. Ну, в одномерном случае мы его, в общем-то, даже выписывать и решать не будем. Но важный момент состоит в том, что E и I связаны однозначно друг с другом. Можно энергию выразить через диабетический инвариант, или можно наоборот. Значит, можно написать вот это действие как функцию Q и I. Координаты и диабетического инварианта. И тогда давайте мы обзовем вот этот диабетический инвариант новым импульсом. Проведем каноническое преобразование. Значит, каноническое преобразование, если кто помнит второй курс, устроено так, что вот производящая функция канонического преобразования есть некая функция от старой координаты и нового импульса. А тогда новая координата, то есть наоборот, старый импульс должен быть равен D, S, P, D, Q, а новая координата, давайте ее назовем буквой φ, должна быть D, S, P, D, I. Вот это формула канонического преобразования с производящей функцией S. Эта формула благополучно выполнена, действительно, если у нас S определена как вот такой интеграл, то производная по Пу это и есть P, это действительно старый импульс. А вот это новая координата. От времени эта производящая функция не зависит. Значит, гамильтониан новый равняется гамильтониану старому, просто выраженному через новые переменные. А гамильтониан это просто энергия, и она зависит от I. E зависит от I, вот это и будет гамильтониан. А от F он не зависит. Ну тогда что отсюда следует? Отсюда следует, что уравнения гамильтона будут такие. И с точкой равно нулю, F с точкой равно D, E по D, I. Ну вот, значит, решение отсюда очевидно. Антиопатический инвариант. Есть константа. Новая координата F есть омега от I умножить на T, где частота омега от I есть D, E по D, I. Она, вообще говоря, зависит действительно от I за одним единственным исключением, за исключением вот гармонического осциллятора, где частота постоянная, ни от чего не зависит. То есть вот эти новые переменные, которые называются переменные действия угол, в них, ну там, любая задача о колебательном или вращательном, вообще-то периодическом движении в одномерном случае, в случае одной степени свободы, становится совершенно тривиальным. Есть вот этот самый угол, который за период движения возрастает на 2π. есть I, адиопатический инвариант. Ну, в данном случае мы рассматриваем систему, в которой ничего не меняется, которая есть просто константа, от времени ей не зависит. Значит, любая физическая функция, например, исходная координата Q какая-нибудь, или исходный импульс P, или что-нибудь, если мы их выразим через новые переменные, через I и φ, от φ зависит периодически, потому что φ и φ плюс 2π – это одно и то же физическое состояние. Периодически с периодом 2π. Ну и в частности, для осциллятора, для гармонического, вот эта формула упрощается и становится совсем уж простой. Это будет вот омега-0 на I. Ну, я в ноль не писал, но вот эта омега – это константа, это просто параметр этого гармонического осциллятора. Ну, ладно. Значит, для одной степени свободы, по крайней мере, для периодических движений, вот в это время, а это вот годы, ну, там, после 915-го где-то в скорости, старая квантовая теория была, в общем, как бы уже построена и никем особо не оспаривалась. Было совершенно непонятно, надо ли вообще вносить какие-то изменения в классическую механику в случае не периодических движений, в случае частицы, которые улетают куда-нибудь на бесконечность, они не болтаются там в потенциальной яме, или и не крутятся. Тогда этого никто не знал. И, в общем, было, в общем случае непонятно, как действовать в случае многих степеней свободы. Ну, в случае многих степеней свободы есть некий довольно ограниченный класс задач, где практически без всяких изменений вот эти правила всё-таки работают. А это именно те задачи, которые допускают полное разделение переменных в каких-нибудь координатах. То есть тут очень важно было выбрать правильную систему координат. И вот если нам удалось выбрать правильную систему координат, так что решение уравнения Гамильтона якобы С от всех Куитых, можно написать как сумму Паи Ситых от Куитых. То есть сумму функций от одной координаты каждая. Тогда Паи Сит, которая есть, как известно, ДС по Д Ку И Т, это будет, прошу прощения, уже полная производная ДС И Т по Д Ку И Т, откуда следует, что это С И Т, должно быть равно интеграл П И Т Д Ку И Т. Ну, уже видно, что все это начинает быть очень похожим на случай одной степени свободы. Но это, если вам повезло, если у вас такая механическая система, для которой решение уравнения Гамильтона якобы можно написать вот в таком очень простом виде. И вот для таких систем правила квантования тоже были вполне, так сказать, определенные. Никто их не оспаривал. Ну, значит, можно ввести, естественно, вот Дельта С И Т за период, изменение С этого, это будет 2Пи И Т, где И И Т, это, ну, я их нормировал на единицу на 2Пи, точнее, не я, эти формулы я благополучно списывал с первого тома Ландау Лешица, там вводится множитель единицы на 2Пи. В старых работах их обычно не вводилось, то есть И И Т определялась просто как вот этот вот контурный интеграл. Но тогда 2Пи где-то в другом месте появляется. В общем-то, так несколько удобнее. Значит, вот вводятся вот такие вот, для каждой координаты вводится отдельный вот этот инвариант И И Т. Тогда можно вот эту С полную выразить таким образом, выразить как функцию от Q И Т и И И Т, от всех вот этих переменных. Рассматривать ее как производящую функцию канонического преобразования, ну, а дальше все будет вполне аналогично. То есть новые координаты, это будут ДС по Д И И Т, а уравнения движения будут И И Т с точкой равно нулю, С И Т с точкой, это Д, чего? Д, Д, Е? Д и И Т, да. То есть вот такие системы, надо сказать, что это отнюдь не все системы, это просто некий ограниченный класс систем, которые называются условно-периодические. Почему они называются условно-периодические? Потому что вот есть, сколько было степеней свободы, столько есть переменных действий угол. Каждый угол, когда заперет, меняется на 2π, и при этом состояние системы физически не меняется, это означает, что любая физическая величина будет рядом фурии с частотами n1 омега-1 плюс n2 омега-2 плюс там и так далее, n какой-нибудь катая, омега-катая. Где омега-ито это вот эти вот производные. То есть, если эти частоты не соизмеримы, то движение системы вовсе не периодично. Только в каких-то частных случаях, когда эти частоты равны, или одна равна удвоенной, или другая, или что-нибудь в этом роде, движение может стать действительно периодическим. А такие системы называются условно-периодическими. Ну и, значит, для действительно несоизмеримых частот не существует периода, когда система вернется в предыдущее свое начальное состояние, но, как минимум, она рано или поздно вернется в его маленькую окрестность. Ну, в частности, вот это вот такое расширение правил квантования предложили несколько человек, но наиболее известный из них это Арнольд Зоммерфельд, который их и применил сразу же к физике. Другие просто так их как-то обсуждали. А Арнольд Зоммерфельд решил большое количество интересных физических задач. Ну и, скажем, Посмотрим А, ладно, значит, ну ладно, посмотрим. Посмотрим, как описывается на вот таком продвинутом языке на уровне нынешнего второго курса движение частицы в центральном поле. Значит, надо написать уравнение Гамильтона-Якоби. Гамильтониан, который зависит от координат и импульсов, импульс мы пишем как ДС по ДУ и Д, должен равняться энергии. Вот оно, стационарное уравнение Гамильтона-Якоби. Вот я его напишу. Допустим, координаты у нас будут сферические. Р, тета, фи. Тогда, значит, вот Гамильтониан я пишу. Единица на 2, ДС по ДР в квадрате. Это, ну, радиальная компонента импульса в квадрате. Плюс единица на Р квадрат ДС по Д тета квадрат плюс единица на Р квадрат синус квадрат тета ДС по Д фи квадрат. Это я написал просто квадрат импульса, деленный на 2, генетическая энергия. Ну, значит, плюс еще есть потенциальная энергия, все это равняется полной энергии Е. Вот надо решать это уравнение Гамильтона и Экоби для действия функции S. Предположим, это мы сейчас, конечно, проверим, предположим, что переменные разделяются. То есть решение можно найти в виде SR от R плюс S θ от θ плюс S φ от φ. Тогда что получится? Тогда, ну, во-первых, сразу ясно, что если я это сюда подставлю, то вот здесь будет стоять DS φ по D φ в квадрате, которое могло бы зависеть от φ, но больше от φ ничего во всем уравнении не зависит. Значит, DS φ по D φ не зависит от φ. То есть вот DS φ по D φ – это есть П φ, это есть импульс, ну, вот, сопряженный, канонически сопряженный координате φ, ну, или физически это Z-компонента момента импульса. Это константа, естественно, для движения в центральном поле. Теперь, хорошо, теперь если мы это подставим вот сюда, то что можно сказать про S θ? S θ содержится только вот здесь. Значит, зависимость от θ есть вот в этих двух членах, ну, где этот член уже можно упростить. Это означает, что DS θ, опять же, поскольку это S θ, можно писать уже полную производную, по D θ в квадрате, плюс единица на синус квадрат θ, здесь P φ в квадрате стоит. Это должна быть константа. Она не может зависеть от θ, потому что вот вне вот подчеркнутых членов в зависимости от θ нет. И понятно, физический смысл какой у этой константы. Это квадрат момента импульса. Значит, S θ можно найти, проинтегрировав вот это вот уравнение. Ну, это немножко неприятный интеграл, мы его считать явно не будем, потому что этого можно избежать. Ну, и, наконец, третье уравнение, которое получится на R θ, это если я вот это S θ вот сюда подставлю, то получится третье уравнение, единица на 2M, D S R O D R в квадрате плюс M в квадрат на R в квадрат. А, ну, я вот что и сделаю. Я 2M перенесу в правую часть, чтобы это было больше на что-то похоже. Равняется 2M E минус U от R. Вот такое уравнение Гамильтона якобы для функции S. То есть видно, что для любого центрального потенциала U от R это разделение переменных действительно работает. Значит, можно применить вот эти правила квантования. Зуммерфельда теперь уже, они более обобщенные. Ну, и прежде чем переходить ко всякой лирике, я еще один момент скажу. А, ну ладно, я еще раз перепишу условия квантования. Условия квантования... Нет, прежде чем их переписывать, я действительно... Ладно, условия квантования напишу. Значит, Ифи – это 1 на 2Пи интеграл Пфи Дфи, где Пфи константа, то есть это просто Пфи. И оно должно быть равно Аж на Нфи, где Нфи – целая числа. Правила квантования. И Тэта, которая стеренится на 2Пи интеграл Птэта. Ну, вот вместо Птэта я напишу, ну, вот эту вот штуку. Это будет вот этот квадратный корень, я знаю, квадрат, минус МЗ квадратно, синус квадрат Тэта Дтэта. Ну, я еще раз говорю, этот антеграм можно посчитать, но неохота. И, наконец, А, и это равно НТ. И радиальное правило квантования – это ИР, которое будет равно единице на 2Пи, интеграл к периоду радиальных колебаний, на от квадратного корня из, физически говоря, из радиального импульса. То есть он чему равен? 2М, здесь энергия, минус потенциальная энергия, настоящая, и минус эффективная потенциальная энергия, центробежная, которая равна М квадрат на 2М Р квадрат. Так, значит, корень вот до сюда дошел, и все это по ДР. Это равно НР, H, НР. Вот, значит, Заммерфельд сказал, вот для движения частицы в центральном поле надо использовать вот такие вот три правила квантования с тремя квантовыми числами. Радиальное квантовое число, тетовое и фишное. Вот это тетовое условие, в общем, на самом деле можно обойтись без его явного использования следующим образом. Ну, это на самом деле трюк, который позволяет не считать вот этот вот интеграл. Я, честно говоря, сейчас сходу не знаю, как его надо считать, хотя, скорее всего, он считается. Значит, у нас есть... Это же все классика, классическая механика. Значит, есть центр, есть частица, которая движется по какой-то орбите, в какой-то плоскости. Вот есть такая вот плоскость. В этой плоскости имеется плоская орбита. Значит, момент импульса направлен перпендикулярно к этой плоскости. Вот он момент импульса. А мы взяли ось Z, которая направлена совершенно произвольно. То есть M не направлен по осью Z, M направлен куда-то наискосок. Ну давайте возьмем другую ось, возьмем ось Z', которая направлена вдоль M. Вот в этой системе все будет гораздо проще. Значит, в этой повернутой системе вместо Pr на R с точкой плюс Pθ на θ с точкой плюс Pφ на φ с точкой, вот это вот такая дифференциальная форма, которую надо интегрировать, чтобы получить действие в исходной системе координат. А в повернутой системе координат, которая более удобная, здесь будет Pr на R с точкой плюс какой-нибудь там со Пси на Пси с точкой, где Пси это угол перпендикулярный к новой оси, то есть перпендикулярный к вектору M. Значит, можно в итоге написать, что и θ равняется и Пси минус и Пси. То есть это будет единица на 2Пи интеграл Ппси ДПси минус интеграл Пфи ДПси, где Ппси это есть момент импульса, а Пфи это есть Z-компонента момента импульса. То есть это будет просто-напросто момент импульса минус его Z-компонента и всё. Значит, что у нас получается? У нас получается, что MZ равно HNφ, а M минус MZ равно HNθ. Ну, про R разговор отдельный, потому что там всё зависит от потенциала. А вот эти формулы годятся всегда. И отсюда следует, что M равно HNθ плюс АНφ. Значит, отсюда Замерфельд получил то, что называется пространственное оквантование. Что? Момент импульса может быть по отношению к оси Z направлен не любым образом, а таким, что MZ делённое на M, то есть это косинус какого-то угла θ М, вот это вот будет угол θ, под которым M направлен к оси Z. Он должен быть равен чему? Он должен быть равен Nφ делить на Nθ плюс Nφ. Отношение двух целых чисел. То есть, если есть какое-то внешне выделенное направление, магнитное поле или электрическое поле, или что-нибудь в этом роде, то Замерфельд говорит, что косинус угла образуемого вектором момента импульса и этого выделенного направления должен быть вот такое вот отношение. Но где, естественно, знаменатель всегда больше или равен числителю, потому что Nθ больше или равно нулю. Так, ну ладно. Значит, сейчас я посмотрю, которая на самом деле будет гораздо ближе к художественной литературе. Обсудим, кто же такой Арнольд Замерфельд, раз уж мы до него дошли. И что именно он сделал. Да, вот, значит, следующий большой шаг после Бора в старой квантовой теории произвел Арнольд Замерфельд. Он родился в 1868 в Кёнигсберге. И там же в 1886 году пошел в Кёнигсбергский университет на специальность математика. Вообще он по образованию математик. В это время Кёнигсбергский университет был, на самом деле, совершенно выдающимся центром, по крайней мере, в области математики, потому что лекции там читали Гильберт, Гурвиц, Линдеман, который первым доказал иррациональность числа π. То есть чистые математики там были на самом высоком уровне. Но уже в этот период у Замерфельда, в период, когда он был студентом, появился интерес к прикладным задачам, к приложениям математики в физике и в технике, в частности, в электродинамике, там распространение электромагнитных волн во всяких сложных геометриях он рассматривал. И там же, в Кёнигсберге, он защитил диссертацию в 1991 году по математической физике. Потом, но я все мелкие же его шарки не прослеживаю, в 1994 году он приехал в Гютинген, который был вообще столицей математики, мировой столицей математики в те времена, и стал там ассистентом Клейна. И там же, в 1996 году, защитил вторую диссертацию, то, что у немцев называется хабилитейшн, которая дает право преподавать в данном университете, ну, в каком смысле аналог докторской диссертации, она была посвящена математической теории дифракции. То есть, вот все это время он был как бы на грани между математикой и физикой. По образованию он был, в общем-то, чистый математик, но стал заниматься тем, что называется математическая физика. Не теоретическая, а математическая. Это немного разные вещи. Там же Клейн, который вот как раз создавал эту математическую энциклопедию, это не энциклопедия в обычном смысле, это сборник книг, которые выпускались в течение довольно многих лет. Каждая книга посвящена какому-то подробному изложению какого-то вопроса. То есть, я бы сказал, что скорее на современном языке это что-то близкое к physics reports. То есть, каждый том – это подробный обзор какого-то вопроса. Вот он поручил Зоммерфельду заниматься изданием книг, связанных с теоретической физикой. Потом некоторое время, начиная с 1900 года, он был профессором механики в высшей технической школе в Аахене. Аахен – это на северо-западе, ну или на западе, можно сказать, Германии, на границе с Нидерландами практически. И там он занимался в значительной степени прикладными вещами, в частности, консультировал инженеров, которые там с промышленных предприятий к нему приходили, задавали вопросы насчет там станков, машин, механизмов и так далее. Зоммерфельд должен был на них отвечать. Но потом, во-первых, ему это дело надоело, а во-вторых, ему хотелось заниматься теоретической физикой. И, начиная с 1906 года, он стал профессором теоретической физики в университете Мюнхена. Эта должность профессора теоретической физики была вакантна много лет. Вот я смотрю, она была больше 10 лет вакантна. Там когда-то профессором был Больцман, который ушел оттуда в 1994 году. И не могли найти подходящего кандидата 12 лет. Ну вот нашли Зоммерфельда. Его кандидатуру поддержали Лоренц, Больцман, Рентген, который в это время в Мюнхене был профессором экспериментальной физики. И, начиная с этого времени, в общем-то, до конца своей жизни он был в Мюнхене и создал действительно мощную школу в области теоретической физики. Мюнхен был одним из центров создания квантовой теории. Ну вот особенно в ранние годы в области старой квантовой теории. Ну, на самом деле, у него было огромное количество учеников, среди которых очень известные люди. Значит, он основал для них семинар, на котором его ученики делали доклады. Среди его учеников был Дебай, которого, может, тут неоднократно упоминали. Он очень многое сделал в разных задачах, связанных с квантовой теорией. Был Ланде, которого умножитель, про которого все слышали в связи с умножителем Ланде. Ну, в общем, это занимался теоретической спектроскопией. Ну, в частности, вот Зеймана-эффектом. Ну, и несколько позже его учениками были Хайзенберг и Пауэль. Собственно, два из создателей современной квантовой механики. Ну, вот в 1915 году он занимался вот как раз тем, что мы тут обсуждали, то есть квантованием систем с несколькими степенями свободы и, в частности, атомом водорода. То есть у Бора, на самом деле, без объяснения, каких бы то ни было внятных причин, предполагалось, что орбиты электронов в атоме водорода круговые. А если мы, ну, все-таки, хоть в какой-то мере верим применимости классической механики к движению электрона в атоме в стационарных состояниях, пока он ничего не излучает, то есть, как в старой квантовой теории считалось, что все делается по классической механике, только вот дополнительные условия какие-то надо наложить, то тогда орбиты могут быть и эллиптическими. И, в общем, было не очевидно так сразу, а вдруг это вообще что-то испортят. То есть теория Бора воспроизводила формулу для частот спектральных линий атома водорода, спрашиваются, какие будут энергетические уровни с учетом возможности эллиптических орбит. Ну, это было, видимо, самое крупное его достижение. И сейчас мы его рассмотрим, это достижение. Потом, уже после создания, собственно, квантовой механики, в 1927 году он еще занялся теорией электронного газа в металлах с учетом уже квантовых эффектов. То есть то, что Лоренц рассматривал в классике, и было совершенно непонятно, а с какой-то стати электроны не вносят вклады в теплоемкость металла. Вот Зуммерфельд это объяснил. В 1927 году он как раз, в частности, рассчитал теплоемкость электронного газа в металлах и обнаружил, что она мала, ну, в частности, при комнатной температуре она, в общем-то, пренебрежемо мала. Когда-то при очень-очень высоких температурах она может стать существенно больше, но, скорее всего, этот металл давно уже и испарится до той поры. Ну вот, значит, сейчас я все-таки хочу... Так, сколько там сейчас времени, просто интерес вроде... Ага, ладно, вот я думаю, как раз я вот это покажу. И на сегодня оно и хватит. Значит, как Зуммерфельд посчитал энергетический спектр атома водорода с учетом того, что могут быть эллиптические орбиты? Ну, вот она, вот эта вот формула квантования для этого нужна, для радиального движения. То есть, можно считать некий интеграл. Ну, вместо вот этого УОТР надо подставить кулоновское взаимодействие. Вот я сейчас покажу, как Зуммерфельд его посчитал. Это, на самом деле, в каком-то смысле очень характерно для него. То есть, он, как математик по образованию, очень с большим уважением относился к ТФКП. И все, что можно, всякие интегралы, любил считать при помощи интегрирования по контурам в комплексной плоскости. Среди его студентов ходило такое, ну, я не знаю, высказывание, что защитить диссертацию под руководством Зумминов это, на самом деле, очень легко. Достаточно что-нибудь пару раз проинтегрировать в комплексной плоскости, положительная оценка гарантирована. Ну, и вот пример, как же Зуммерфельд посчитал вот этот вот интеграл, он, на самом деле, очень действительно показывает, что этот метод действительно очень мощный и полезный. Значит, мы хотим посчитать интеграл и R, который равен 1 на 2π интеграл по R, ну, скажем, от R минимального до R максимального и обратно, вот корня из 2m здесь будет плюс e квадрат на R минус m квадрат на 2mr квадрат d. Ну, во-первых, всякое вычисление интеграла всегда и везде нужно начать с того, чтобы его обезразмерить. То есть я сейчас вынесу за знак интеграла, во-первых, я вынесу корень из 2m в модуль е, е отрицательно, правильно? То есть это связанное состояние, мы смотрим. Электрон находится в связанном состоянии с ядром атома водорода, вертится как-то вокруг него, но не по круговой орбите, а, в общем, по произвольной, какая получится. Ладно, значит, делить на 2π, это я оставлю. Здесь я тогда напишу, что здесь будет интеграл, корень из... Значит, я вынес модуль е, значит, осталось минус единица, ладно, плюс e квадрат на R и минус момент импульса в квадрате на 4m квадрат R квадрат D. Хорошо, теперь, значит, переменную R надо как-то обезразмерить. Вот, допустим, я вот эту штуку хочу назвать единицу на x квадрат. Тогда что получится? Он еще на модуль е не придет. А, модуль е, да, правильно, модуль е надо, я его забыл. Значит, модуль е и R квадрат. Значит, вот это... С вагами, которые единица на R тоже. А, и здесь тоже, да? Ладно. Напишу. Вот улье на R. Ладно. Значит, вот эту штуку, которая квадратична по единице на R квадрат, я хочу назвать единицей на x квадрат. Это означает что? Это означает, что... Сейчас. Опять, когда на доске считаешь, легко ошибиться. Но в данном случае я не хочу ошибаться. Значит, это означает... Ну ладно, напишу подробно. m квадрат на 4m квадрат модуль е единица на R квадрат равно единице на x квадрат. Это определение моей безразмерной переменной x. Значит, во-первых, я его переверну, во-вторых, я извлеку корень. Значит, получится, что x равно 2m на m корень из модуль е R. Правильно? А R стало быть равно наоборот. m на 2m корень из модуль е X. Вот, значит, когда я R в таком виде сюда подставлю, значит, что у меня получится? И R будет равно корень из 2m модуль е на 2p. Теперь вот здесь будет стоять m на 2m корень из модуль е. Так? Ну вот что-то можно сократить. Модуль е, в частности, можно сократить. А корень из 2m пойдет вниз. Ладно. Значит, остался такой интеграл. Остался интеграл минус единица плюс что-то, деленное на x и минус единица на x квадрат. Вот что-то, деленное на x, ладно, я напишу, чтобы опять же не запутаться. Я напишу, что это будет е квадрат на модуль е, а сюда надо R подставить. Значит, R я подставляю. Это будет m сюда, 2m корень из модуль е вверху. И все это единица на x. И минус единица на x квадрат. Вот, уже хорошо. Уже видно, что получился интеграл, который зависит от одного безразмерного параметра. Вот этого вот, который предъединится на x. Этот вот параметр я назову 2a. Ну, почему 2? Во-первых, как это говорится в известном анекдоте, моя селедка, как я что-то эту покрашу. Ну, а во-вторых, действительно, удобно, ну, несколько удобнее, если несколько экономит писание, если я это назову буквой 2. Значит, тогда этот самый параметр a, безразмерный, будет равен чему? Ага, 2x сократилось. Будет n e квадрат на момент импульса и на корень из модуляйности. Вот, вроде. Значит, что получилось? Окончательно получилось. Момент импульса на 2π в корень из 2a умножить на f от a. f от a – это вот этот вот анкдракт. Хорошо, значит, как? То есть, первый шаг прошли, если где-нибудь я не набрал в укладках. Теперь надо посчитать f от a. Значит, разные люди могли бы действовать по-разному, но в этом случае, конечно, все это свел к некоему контурному интегралу. Да, давайте я его напишу еще раз. Значит, f от a – это будет интеграл по контурному интегранию с минус 1 плюс 2a на x минус 1 на x квадрат dx. Значит, что замерзли, сказали. Давайте рассмотрим вот такую функцию. f от z, которая будет, вот эта вся штука, только другим знаком. Это будет 1 минус 2a на x плюс 1 на x квадрат. Можно, если хочется, это привести к общему знаменателю. В числителе будет квадратный трехчлен, который я могу написать… А, z тоже, конечно. Прошу прощения. Теперь будет z. А в числителе будет какой-нибудь z минус x плюс z минус x минус. Это два корня этого квадратного трехчлена в числителе. Значит, какими свойствами обладает корень из f от z? Вот я рисую комплексную плоскость. И вижу, что, во-первых, у него есть точки ветвления x минус и x плюс. И вполне можно разрез провести просто между ними. Вот отсюда до сюда у меня разрез, а за исключением этого разреза функция везде однозначна. Ну и плюс к тому есть полюс в начале координат. Значит, две точки ветвления с разрезом и полюс. Вот здесь, на верхнем берегу разреза, этот корень из f от z равняется… То есть, вне разреза, f от z величина положительная, а вот внутри она отрицательная. Поэтому здесь это на самом деле и на корень из минус f от z, а вот здесь это минус y на корень из минус f от z. И наш интеграм как раз выберется от x минус до x плюс и обратно. Его можно написать как вот такой вот контурный интеграм по контуру, который обходит разрез. Ну, дальше все просто, дальше все понятно. То есть, фактически надо учесть вычет в нуле и вычет в бесконечности, и все. То есть, просто это сумма двух вычетов. То есть, ну, если чуть более подробно, то я начинаю этот контур увеличивать, чтобы сделать его большим, где-то там обходящим на большом радиусе вокруг начала координат. Ну, он зацепляется за вот этот курс. Поэтому мне приходится что сделать? Приходится контур сделать вот какой-то такой. Вот такой. Этот разрез меня уже совершенно не волнует. А вот здесь разреза нет, это не ветвление, это полус. Поэтому я могу просто его вот здесь замкнуть и сказать, что у меня есть два контура. Вот такой вот маленький контур и вот такой вот большой. Значит, этот идет сюда, а этот идет наоборот сюда. Нет, все правильно я написал. Я написал правильно. Значит, на чем что получится? Получится, что интеграл по контуру С, вот по вот этому контуру С, от корня из F от Z до Z равняется и F от A. Это то, что мы хотим посчитать. А вот то, что считает Зоммерфельд при помощи... Это можно написать вот интеграл по контуру С1 плюс интеграл по контуру С2. С1 это будет вот этот большой контур, С2 будет вот этот маленький. Значит, когда Z стремится к бесконечности, этот самый корень из F от Z, что из себя представляет? Это будет единица минус A на V. Ну, плюс там более высокие степени единицы на Z, которые мне не интересуют. С1 это контур очень большого ракурса. И поэтому вот этот контурный интеграл по С1 будет равен чему? Давайте сообразим. Так, ну, здесь будет минус A на интеграл единица на Z, но в неправильном направлении. Значит, минус 2Pi. То есть это 2PiA. Теперь, когда Z стремится к нулю, корень из F от Z, есть что такое? Ну, тут надо немножко проявить осторожность, то есть на какой ветви этого корня мы сидим. Ну, на самом деле, в общем-то, легко понять, что при Z стремящемся к нулю, это будет минус единица на Z. Ну, хотя бы потому, что когда Z на отрицательной действительной полуоси, эта функция всегда отрицательная. Значит, это будет минус единица на Z. Ну, и на самом деле, можно вот здесь, отсюда, вот здесь она положительная, вот мы вот так обошли, потом вот так обошли, два раза по i заработали, заработали минус. Что-то я смотрел, это верно. Значит, интеграл по маленькому контуру C2 будет, он в правильную сторону, но при нем коэффициент минус. Это будет минус 2Pi. Все. Значит, вот это ИФ от А равняется 2Pi на А без единицы. То есть, вот эта самая функция А равна 2Pi А без единицы. Я бы сказал, что очень изечно поступил. Зомерфельд использовал здесь ТФКФ. Любыми другими способами считать вот такой интеграл, наверняка длиннее. Я тут, в общем-то, все на доске, все честно проделал за несколько минут. Ну, и сейчас мы торжественно получим ответ для энергетического спектра атома-водорода. Значит, не забыть больше, что там было. А, вот что у нас тут было. Хорошо. Я вот здесь вот что пробовал. Значит, это будет следующая вещь. Это будет момент импульса, который равен нашей. Так, по, ну, там, второму правилу квантования. А это мы сейчас рассматриваем третье радиальное. Так, Hn на 2Pi корень S2M. Что-то мне не нравится. Что-то мне не нравится. Корень S2M тот, очевидно, лишний. Где-то я ошибся. Просто по размерности так быть не может. Ладно. Сейчас я его всвотру. Вы можете поискать, куда повернулся. Когда от первого педала переходите ко второму педала, куда у вас взялось единицы на 4 квадрата? Отсюда сюда? Да. Я вынес из-под вот этого корня. Ну, так, она же учтена. Она, в общем, множество не стоит. А. Ну, да. Что-то я тут с 2M перепутал. Ладно. В общем, если правильно посчитать, никаких 2M здесь не будет, потому что сейчас я получу соотношение чисто между безразмерными числами. Корень S2M здесь будет не может. Здесь будет 2Pi на А без единицы. 2Pi благополучно сократилось. И это равно HNR. Вот. H тоже сократилось. То есть, условия квантования для электрической орбиты по зону РФИНДУ получилось такое. L на А равняется NR плюс L. Вот NR плюс L мы назовём N. Это главное квантовое число. Это радиальное квантовое число плюс орбитальный монет. А L на А. Интересно. Здесь я что-нибудь... Ошутся или нет? Значит, то это я L на А попробую написать. Это будет ME квадрат... А, нет, здесь похоже правильно. А похоже правильно. ME квадрат... Ну, L здесь не было. А здесь будет HL. Значит, L сократилось только получено. И здесь будет корень из модуль Е. Ну, вот, в общем-то, уже практически всё. Значит, получится, что корень из модуль Е равняется, стало быть, ME квадрат на HN. Ну, или модуль Е равняется... М... Да, всё-таки с Эноми что-то не в порядке. С Эноми что-то не в порядке. Должно получиться ME в четвёртой на H квадрат N квадрат. Вот так. То есть, получилась формула та же, что у Нильса-Бора. Энергия отрицательна, модуль можно стереть, а здесь минус поставить. В точности, это та же формула. Откуда следует замечательный факт, что в теории Зоммерфельда и на самом деле точно так же с полной и правильной квадратной механики, только мы до сюда ещё не дошли, энергетические уровни атома-водорода зависят только от главного квантового числа N. Они зависят от NR и L по отдельности. Для любого другого, ну, почти для любого другого потенциала центрального, Е зависят от NR и L, от двух целых чисел. То есть, хоть считай по Зоммерфельду, хоть считай по современной квантовой теории, нет никаких причин, чтобы эти энергетические уровни выражались через одно единственное квантовое число. Вот для Кулановского поля это такое, какое-то исключительно хорошее поле, в котором энергетические уровни одинаковы для многих разных NR и L. Они зависят только от N, от их суммы. Да, важный момент такой. Значит, в те далёкие времена считалось, что L равно 1, 2 и так далее. То есть, L равно 0 запрещено, считалось, потому что L равно 0 соответствует классической траектории, проходящей через ядро. То есть, считалось, что электрон не может двигаться по прямой, проходящей через ядро, потому что там ядро находится, оно не даёт электрону там пройти. То есть, L считалось, что они начинаются с единицы, а вот она начинается с 0, 1, 2 и так далее, 0, 1, 2 и так далее. Причём она равная 0, соответствует тому, что нет радиальных колебаний. То есть, R не меняется, то есть, это как раз круговая орбита, Боровская. То есть, Боровская орбита соответствует NR, равному 0, а все орбиты, у которых NR больше нуля, они уже не круглые, а электрические. Ну и оказывается, вот что большое количество разных орбит. Одна круглая, где стало быть, N равно L. Одна круглая, с максимальным L. И некоторое количество эллиптических, где NR больше, а L меньше. Все имеют одну и ту же энергию. Имеется вот такое вырождение энергетических уровней. То есть, выводы теории Бора, связанные с формулой Бальмера и так далее, они остаются в силе. Ну, а теперь Лобзомер-Кельтах более строго получил, но все еще, естественно, в рамках вот этой самой старой квантовой теории, которая, конечно, неправильна. То есть, другое замечательное свойство Кулановского поля состоит в том, что в правильной квантовой механике получится точно такая же формула для энергии О. Вот есть, ну, это вообще какое-то, на самом деле, довольно удивительная вещь. То же самое с сечением рассеяния. Формула резерворда, выведенная в классической механике для сечения рассеяния в Кулановском поле, остается в точности неизменной и в квантовой механике. Энергетические уровни тоже остаются в точности неизменными. То есть, вот Кулановское поле, оно какое-то исключительное. Ну, тогда этого, естественно, никто и не знал. Ну, вот, значит, вот это мы дошли до 915 года. Второй большой шаг после 13-го года, после теории Эмпора. Это вот теория Зумерса. Зумерс, как на этом не остановился, он пошел дальше, он посчитал релятивистские поправки и тем самым объяснял тонкую структуру спектральных линий атомово-голоса. Но это уже мы посмотрим в следующий раз. То есть, давайте на этом сейчас и закончим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!